Так, делаю для записи. Значит, сегодня работа. Итак, у нас первая работа, это у нас мигание лампочкой. Это было. Вторая работа, это так часто мигание лампочкой, очень часто, настолько, что у нас менялась яркость лампочки. Это работа вторая. Третья работа, мы работали с кнопкой. Нажали кнопку, лампочка засветилась. Саджали, не светится. Четвертая работа, аналогоцифровое преобразование. Что это такое? Это у нас был такой переменный резистор со стрелочкой. Мы эту стрелочку двигали вверх-вниз, и у нас в мониторе порта, или в консоли, или он же терминал, менялось число от 0 до 1023, или прямо в вольтах показывал. Это четвертая лабораторная работа. Ну, вроде бы, все это у нас было. Тогда мы сегодня сделаем пятую, шестую лабораторную работу, я покажу, которая работает уже с библиотекой. И на этом, ребята, у нас лабораторная работа заканчивается. Мы уже переключаемся в режим расчетно-графической работы. Она состоит просто из нескольких лабораторных работ. Ну, к примеру, мы делаем светофор из чего? Из аналогоцифрового преобразователя. То есть мы двигаем этот ползунок, и в зависимости от того, в каком положении он находится, у нас зажигается та или иная лампочка. Там красная, синяя, зеленая, там желтая и прочие цвета. А остальные гаснут. И таким вот образом у нас получается как бы такой индикатор уровня. Или там железнодорожный переезд. Поезд заехал на что-то, замкнул контакт, и включилась какая-то лампочка. Остальные погасли. Там есть примеры, потом в группе в Телеграме сброшу примеры RGR. То есть они все очень похожи на эти работы, или эти же работы, только там нужно сделать чуть-чуть более сложную схему и увеличить объем кода. Это у нас RGR. RGR я буду пояснять тоже так же, как лабораторные работы, поэтому сделать не составит труда. В RGR есть болванка из курсового. Там два раздела первых вопросов не пишите. Остается у вас третий раздел, то есть реализация. И в реализации вы описываете, из каких частей состоит ваша работа. Дальше электрическая схема этой работы. Дальше блок-схема этой работы. Потом блок-схема, она, значит, этого, как она называется, алгоритма. Собственно, сам алгоритм в приложении. И описание всего еще уже, извините, уже, суббота не удерживает, просто уже, кошмар какой-то. Вот, ну, в общем, все это я тоже расскажу, не волнуйтесь. Это общее понимание. Ну, так вот, значит, четыре лабораторных работы посвящены с командами DigitalWrite, потом у нас AnalogWrite, потом у нас DigitalWrite и AnalogWrite. То есть основные программы чтения команды, функции чтения и записи аналогов в цифровых сигналах. Вот и все. Четыре команды, четыре лабораторные работы. Вот, пятое, это уже, чем она качается, она работает с библиотеками. То есть речь идет о том, что, ребята, есть такие устройства, которые требуют для работы с ними не просто какой-то одной команды, а требуют множество команд. Иногда десяток, иногда сотен и тысяч команд. Вот, и вот работа с так называемыми библиотеками, которые берутся со стороны, которые написали другие люди, и умение их использовать, и будет посвящена сегодняшняя работа. В частности, мы начнем с того, что мы будем использовать шестеревый мотор, который управляется чем? Шим-модуляцией. Шим-модуляцию я вам описывал, рассказывал, ребята, во второй лабораторной работе. Здесь частный случай шим-модуляции особенный. Когда у нас импульсы повторяются не с частотой, там, 500 раз в секунду, которые мы делали во второй работе, они повторяются с частотой 50 раз в секунду, это раз. Второе, они меняются не от 0 до 255, но от минимума до максимума, они меняются от 1 миллисекунды до 2 миллисекунды. При этом они потребляют числа от минус 90 до плюс 90, или от 0 до 180. То есть нужно превратить эти числа в это изменение ширины импульса, причем изменение ширины очень небольшой, от 1 до 2 миллисекунд. Вот. Вот такую вот работу делает отдельная библиотека, которая называется серва. И вот работа с библиотеками будет посвящена 2 лабораторные работы. Давайте прямо сразу и начнем. Я загружу Arduino. Там есть, как и всегда, готовый пример. И мы этот пример будем использовать. Так. Итак. Значит, у нас есть... Где брать, ребята, пример? Брать пример. Пример. Примеры. Файл примера. И там у нас есть прямо такая вкладочка, которая называется серва. Там есть 2 примера. Одна кнопка. Кнопка. Это, значит, управление серводвигателем с помощью ползунка переменного резистора. А вторая у нас называется свит. Свит это плавный такой переход. Увыу. Вот так вот. Увыу. То есть плавно изменение частоты. Для, значит, серводвигателя это плавное изменение положения его ротора. То есть, минус 90, он так плавно едет и превращается в плюс 90. Вот. Значит, сервомотор, особенный моторчик, он не может вручаться вокруг оси, как колесо. А он, как флюгер, он поворачивается туда или сюда. Но поворот тоже небольшой, всего на 180 градусов. То есть, на 30-60 он повернулся не может. И вот этот угол поворота, вот по его подальности, значит, команду, и он держит этот угол поворота. Почему? Библиотека все время производит, значит, производство этих импульсов с определенной длительностью. В небольшом диапазоне от 2 до 2 миллисекунд. Всего и моторчик. Как только импульсы подойдутся с таким вот, значит, скважностью, с такой длительностью, значит, он держит свой ползунок, не ползунок, а свой рычажок вот в этом положении. Если снять питание с него, то он и запомнит это положение. Все. То есть, такая вот у нас система. Значит, что мы можем с вами сделать? Мы, наверное, пойдем более сложным путем. Мы выберем программу, которая работает кноп от АЦП. То есть, вы меняете положение ползунка резистора, и точно так же меняется положение сервомотора. То есть, это как бы такая уже маленькая РГР, которая объединяет в себе две лабораторные. Одна предыдущая лабораторная работа, это четвертая, это АЦП. И вторая, последующая, это пятая, это на сервомотор. Вот мы тогда, например, выберем серво кноп. А вот тут как раз уже загружено. Значит, что здесь делается? Значит, смотрите, тут впервые то, с чем мы раньше не сталкивались, берется библиотека в 10-й строке серво IH. То есть, H это у нас header, то есть, это заголовочный файл работы с библиотекой сервомотора. И она, для того, чтобы с ней оперировать, превращается объект в объект. В 12-й строчке написано, что мы открываем серво-объект для управления сервомотором. Вот так эта запись происходит. Значит, серво пробел myServo. То есть, они сделали объект с немножко другим именем. Дальше, значит, вводится... Объявляется пин, ножка, которой подключен переменное сопротивление. Это 0. А точнее, нужно было написать A0. Ну, ладно. Еще вводится такая вот переменная, называется val, value, то есть, уровень или содержание. Это переменная, которая читает содержимое с аналоговой пина. То есть, вот мы, допустим, там попусту установили, это на нем полтора вольта на аналоговом пине. Или лучше 2,5 вольта. 2,5 вольта при диапазоне ЦП 1024, это у нас будет равняться половине напряжения. Половина 1024, это у нас будет 512. Значит, вот в переменный вал будет число 512. И мы должны дальше это значение преобразовать в угол поворота. И смотрите, что интересно получается. Считываемое значение у нас... Ой, извините. Считываемое значение регулируется от 0 до 1024. А записываемое значение в сервомотор меняется от минус 90 до плюс 90. То есть, получается, что вот это числовое диапазон, оно не попадает в тот числовой диапазон. Поэтому в программе у нас будет применена новая функция интересная, которая называется map. Или scaling, или масштабирование. То есть, совместить масштабы между собой. Ну, и получается, что первое в лупе у нас уже... А, в лупе еще подведите. В сетапе у нас, значит, объект MyServo, как библиотека. Это такой мешок с функциями. Для доступа к какой-то функции мы должны написать MyServo, то есть имя этой библиотеки, поставить точку. Точка обозначает, что мы в этот мешок запускаем руку, или берем из библиотеки, вызываем некую функцию. В данном случае функция называется attach. Attach обозначает подключить. То есть, для того, чтобы наша библиотека работала правильно, мы должны ей указать, этой дуре библиотеки, к какому ножке контроллера мы подключаем наш сервомотор, чтобы она знала, с чем работать, куда выводить свои импульсы. В данном случае написано attach 9. То есть, 9 это D9, девятая ножка микроконтролля. Потом в лупе мы должны что? Мы должны по циклу все время читать аналоговое значение нашего входного, значит, нашего входного, ну как это, входного пина. Это у нас он под номером А0 или под пин. А вот дальше происходит интересное. То, что мы считали, и оно меняется от 0 до 1023, нужно преобразовать в то, что меняется от 0 до 180. Ну да, ну не минус 90, плюс 90, а 0 до 180. Вот. Как это записать? Вот такая вот у нас функция из map называется. Значит, ребята, все эти функции, аналог write, аналог write, digital write, digital write и другие функции, например, типа map, они все перечислены, там их немного, там штук 30-50, не больше. Это мы используем здесь язык C и C++, но множество функций здесь в основном специфические ардуиновские. Вот чтобы эти функции в них разобраться, знать как они описываются, для этого нужно, значит, в гугле набрать команды ардуино. И весь перечень команды ардуино будет показан. Вот он небольшой, легко изучить, поэтому, в принципе, изучив эти команды, вы можете программировать контроллеры практически в полном объеме. Там без какой-то глубины у вас все будет работать нормально. Но при этом, конечно, сами функции языка C, там, допустим, если, if, там, else, switch, там, не знаю, and, or, там, циклы, for, значит, все эти, сишные, обычные функции, все они прекрасно работают здесь, потому что это средство языка C. Ну, так как вы их знаете, то интересно вам немножечко-немножечко дать, показать команды, значит, функции ардуиновские, которые входят как подмножество в внутрь языка C. Ну, и после того, как мы, значит, переменную VAL, мы ее смасштабировали, она теперь будет меняться не от 0 до 1023, а от 0 до 180, мы должны из объекта MyServo, значит, подключить другую функцию, не функцию attach, а функцию write, видите, 24 строчки это и есть. Значит, write обозначает запись, и мы должны указать запись куда, точнее, не куда, а сколько, так как у нас мы уже знаем куда, у нас в 18 строчке указано, что мы подключаемся к 9 ножке, видите, то есть здесь не так, как у нас в digital write, мы все время указали ножку и high или low, или аналог write, мы указывали тоже ножку, но не high и low, а 0 до 255. Здесь один раз указанная ножка в 18 строчке, есть 18, можно ее потом не указывать. Мы просто пишем MyServo write, мы просто пишем MyServo write и указываем на какой угол повернуть. И этот мотор у нас этот угол поворачивается. После этого последнее, вот MyServo write, оно находится здесь, после этого последнее, значит, что мы делаем, мы делаем небольшую задержку на 15 миллисекунд. Для чего, ребята? Для того, чтобы это у нас механическое устройство повернулось. То есть оно достаточно быстро поворачивается, когда мы ей передаем этот угол, нужно подождать, пока оно не повернется полностью. Вот и вся программа. Очень простая. Рисуем для нее схему. Значит, для нее нужно схему нарисовать какую? Во-первых, нужно к схеме подключить переменный резистор, то есть потенциометр. А слово потенция это сила. Вот метр это измерение или там, не только измерение, метр, измерение, но и также уровень, скажем так. Так, вот уровень силы этого переменного резистора, он меняется плавно, а это у нас он будет формировать аналоговый сигнал. Значит, мы должны подключить потенциометр. Раз. И сервомотор мы должны подключить два, к нашему контролеру. Каким ногам? Значит, ноги указаны здесь, что потенциометр подключается к ноге ноль, а сервомотор подключается к ноге девятой. Все, после этого мы заливаем этот скетч, и он у нас, наблюдаем, как все это чудесным образом работает. Так, более-менее ясно, ребята, вот такая вот, ну-ка, скажем так, новый кусочек темы, новая лабораторная работа в нашем Ардуино. Значит, запускаем тогда наш, значит, протеус, и в этом протеусе добавляем эти две детали. Значит, мы запускаем новый проект, New Project. Фронт и было, вот, вот, берем Ардуино 328. Да, заменяем старый там проект какой-то. Значит, колесиком, нажимаем колесико, крутим его, увеличиваем масштаб. Ну, вот так вот достаточно, сдвигаем, как нам его надо. Еще раз нажимаем на колесико, чтобы она фиксанулась, и делаем наш переменный резистор. Где мы находим переменный резистор? Прямо слева библиотека под буквочкой P. Вот, и резистор у нас, пишем слово резистор по-английски. Резистор. Резистор, вот. И резистор у нас должен быть переменный. Переменный это слово variable. Поэтому пишем ва-ре-эй-бл. Вот оно, ушло куча таких резисторов, ребята. Но из них, они почти все, не подходят. Почему? Во-первых, должна быть модель, не схематик модель, а там VVS-п, как-то сейчас, NVM, по-моему, там сейчас посмотрим, как она называется. И не только это. Там этот резистор должен быть так называемый интерактивный. То есть, он должен быть сделан так, сформирован в библиотеке, сделан в библиотеке таким образом, чтобы мы могли этот ползунок туда-сюда двигать. Ну, смотрите. Вот, если я возьму сейчас какой-то резистор, то вверху написано схематик модель. Это нам не подходит. Это просто слепая модель схематическая, которая не регулируется. Значит, крутим ниже. Но тут какие-то есть другие. Тоже схематик модель. Схематик модель. Не оно не подходит. А нам нужно симулировать. То есть, он должен давать функцию симуляции. Смотрите. Вот у нас variable резистор. Это тоже схематик модель. Не подходит. Дальше. Есть резистор схематик модель. Тоже не подходит. Есть еще какой-то POT. Тоже схематик модель. И вот есть резистор POT-HG. Видите? VSM-DLL модель. Вот это вот оно. И что важно здесь написано, что он интерактивный. То есть, единственный резистор называется POT-HG. Выбираем только его. Все остальные не подходят. Допустим, вообще нет симуляции. Видите? No simulator модель. Не подходит. Нам нужно VSM-DLL модель. Вот это будет работать. И интерактивная. Жмем ОК и ставим его сюда. Значит, мы его поставили. Разворачиваем его слева направо. Значит, зеркало. Смещаем этот резистор вот как-то вот таким вот образом. Для того, чтобы его стрелочка была прямо напротив входа AD0. Почему AD0? Потому что у нас вход у нас, видите, вот под пин нулевой. Мы к нему будем подключать средний вывод. Значит, средний вывод должен выдавать напряжение у нас от 0 до 5 В. И превращаться в число от 0 до 1023. Поэтому мы давайте подключим к нему вольтметр. Убедимся, что он выдает эти напряжения. То есть, ребята, схема проста. Если схема проще, чем программа, то мы должны сначала сделать схему, проверить, что она работает. А потом мы будем ковырять нашу программу. Ни в коем случае не наоборот. Если схема неправильная, как бы программу вы не ковыряли, все равно работать не будет. Поэтому сначала нужно сделать схему, убедиться, что она формирует правильное напряжение. Подключена к всем ногам. После этого мы можем издеваться над программой. Понимаете, да? Значит, резистор этот переменный. Выдает сигнал, плавно меняющийся. От минимального уровня до максимального уровня. То есть, это не цифровой сигнал, как кнопка, где кнопка выдавала 0 или 1. Включена или выключена. Мы не могли кнопку включить в среднее положение. Как вы не можете в комнате сделать так, чтобы свет горел наполовину. Вы выключатель либо включаете его, либо выключаете. Да, есть такие невыключатели, такие поворотные крутилки. Иногда бывают. Называются диммеры. И вот его поворачивая, можно плавно менять свет в комнате. И тогда, да, тогда они выдают аналоговый сигнал и плавно меняют. Но обычным выключателем или кнопкой плавно менять яркость невозможно. Либо да, либо нет. То есть, это цифровой входной сигнал, имеющий два уровня. Здесь сигнал у нас аналоговый, имеющий множество уровней. Там бесконечное значение в идеале. Ну, у нас здесь будет шаг 0,05 вольта. Ну, и вы это увидите. Поэтому есть у него низкий потенциал, самый слабый сигнал. И высокий потенциал, самый сильный. Вот эти вот края, выводы этого резистора, мы подключаем нижний к земле, к 0 вольтам. Верхний к питанию, то есть 5 вольт. К самому большому сигналу. Значит, как это сделать? Берем терминалы, берем граунд, земли-земли. Подключаем нашу землю вот сюда. Проверяем. Извини, камни показывают. Да. Ёлки-палки. Спасибо. Весь наш экран сюда. Ну, ребята, в записи все будет видно. Так что не страшно. Не сильно большая трагедия. Даже если там что-то вы пропустили. Вот, значит, у нас это наша схема. Вот. На всякий случай, давайте я вам покажу. Значит, возвращаемся здесь. Где мы находим этот резистор? Значит, вот мы его находим здесь. Берем библиотеку P. Берем здесь у нас резистор. Пробел. Variable. И здесь, ребята, в самом-самом конце, вот опускаемся вниз, у нас есть variable резистор интерактив потенциометр. Он работает с библиотекой VSM DLL модель. И он еще интерактивный. Все остальные делают схематик модель без никакой интерактивности. Понимаете, да? Ну вот я поэтому, он единственный, вот он, variable, резистор потенциометр, вив, нет, вот он, ниже. Под HG называется. Под HG называется интерактивный потенциометр с нашей модели. Другие модели, схематик модель не работают. Так, отменяем все. Остальное все, все так вот от нового, ничего нет. Значит, подключили мы землю. Как проверить, что она соединена? Землю берете, тянете сюда вниз, вот так вот. Тянется проводочек, значит вы соединили. Потому что бывает, поставите так, а там почему-то симулятор не соединение не произведет. Дальше мы берем в терминалах питание. Power, питание. Подпитание подключаем сюда. Чтобы было четко соединение, вот так вот раз, соединили точно. Чтобы здесь было видно, какое у нас напряжение, понятно, что земля это 0 вольт. То мы здесь напишем, что у нас здесь 5 вольт. Вот, и так, если стрелочка переместит наверх, 5 вольт. Если стрелочка переместит вниз, 0 вольт. Так, а запись я поставил? Да, запись у нас идет, все хорошо. Да. Так, есть. Но в среднем положении, посередине, это будет ровно 2,5 вольта. Понимаете, да? Теперь мы берем такой прибор, который называется вольтметр. Значит, берем здесь, наши приборчики здесь находятся. И берем вольтметр постоянного тока. Direct Current. Direct Current, это прямой ток или постоянный ток. Значит, мы вот так вот его смещаем чуть-чуть вниз. И подключаем наш вывод к плюсовому выводу нашего вольтметра. Минусовой вывод мы должны подключить к земле. Или к нулевому потенциалу. Подключаем к нулевому потенциалу. Смещаем сюда вниз, чтобы у нас было кассивнг и так. И вот у нас, значит, наша схема, которая выдает аналоговый сигнал. Плавно меняющийся, готово. Мы можем, ребята, даже не загружая ничего. То есть у нас контроллер пустой. Проверить работу этой схемы. Она, эта схема аналоговая. Немикроконтроллерная программа для нее не нужна. Вольтметр показывает сразу напряжение. Запускаем и смотрим. Значит, здесь, конечно, ничего у нас мигать не будет. Но, видите, по середине он показывает 2,5 В. Смещая сюда вниз этот ползунок, видите, он потихонечку перемещается. Вот. Мы, соответственно, уменьшаем наше напряжение. Видите, с шагом 0,05 В. Вот с таким небольшим дискретным шагом оно у нас меняется. Понимаете, да? И вот это измененное напряжение, которое изменяется, мы подключим к входу аналога цифрового входа. Значит, не все ножки, не ко всем ножкам можно подключить такое плавно меняющееся напряжение. Ножки, которые называются от ИО0 до ИО13, они понимают только цифровой вход. 0 или 1. Некоторые из них, ИО3, ИО5, ИО6, ИО9, ИО10, ИО11, могут выдать наружу шим выход. То есть, типа а-ля аналоговый выход. Ну, там такой квази или псевдо. Все. Все остальные выдают тоже выход только 0 или 1. Но есть ножки, которые называются А0, А1, А2 до А7. Или до А6. До А6, по-моему. Которые, к ним можно подключить аналоговый сигнал. Вот такой, как мы здесь изобразили. У нас здесь этот вход изображается от АД0 до АД5. 6 ножек. Значит, мы вот это среднее положение, либо соединяем проводом прямо вот сюда, но будет некрасиво. Либо берем, значит, наш терминал, берем дефолтный терминал и подключаем его. Пишем, что он подключен к ноге АД0. Значит, заходим в него и пишем, что здесь АД0. Вот она АД0. И таким образом, мы это напряжение подаем на вход нашего контроля. Значит, ребята, контроллер все, весь мир чувствует через ноги. Все. Если что-то к ноге не подключено, для него это не существует. Знаете, как для слепого несчастного человека. Если он что-то не видит, не протянул руку, не потрогал, для него это не существует. Вот если он это, если этот предмет мне не говорит ничего, то он молчит, допустим, в стуле находится. Даже рядом с ним, но он его не видит, понимаете, и не слышит. Значит, он для него не существует. Хотя он есть. Поняли, да? Так и здесь для нашего микроконтроллера. Он слепой. Он должен потрогать. То есть протянуть руку и соединиться с этим. Так и здесь. Вот вы нарисовали схему. Эта схема обязательно должна соединяться с какой-то из ног. Многие это ворота внутри цифрового мира нашего контроллера. Без ног ничего не будет. Но вы же понимаете, что для того, чтобы вот что-то это работало, нужно еще написать программу, которая-то ногу опрашивает, берет из них какие-то данные, что-то с ними делать. И эти данные преобразованные, измененные, обработанные, мы как-то должны выдать наружу, иначе мы не поймем, что-то внутри контроллера происходит. Понимаете, да? Ну и так как наша работа посвящена библиотеке, которая работает с сервомотором, то мы сейчас, ребята, должны еще подключить сервомотор. Значит, где это есть? Значит, мы заходим в нашу схему, набираем, значит, пэп библиотека и пишем серво. И у нас, ребята, всего парочка моторчиков. Анимированный модель сервомотора. Раз. И у нас здесь еще анимированный ПВМ сервоконтроллер модель. Значит, это, ребята, схематик модель. Работать не будет. А нам нужно не схематик модель, а ВСМДЛ модель. Вот так. Жмем лукой, то есть только одна модель у нас есть. И этот сервомотор мы ставим вот сюда, снизу. Значит, сервомотор имеет три вывода. К сожалению, они вот так вот не подписаны. И непонятно, что к ним подключать. Значит, как можно подсказать? Когда мы работаем не с симуляцией, а с реальным сервомотором, то это выглядит, ребята, таким образом. Сейчас я покажу, какой выглядит сервомотор. Настоящий, железный. Вот, который можно потрогать. Вот он как выглядит. Значит, один из них, наиболее популярный, это СЖ-90. СЖ-90. Вот так вот он странно называется. Сервомотор. 90, это видно градус у него. Значит, берем картинки, и на этих картинках мы можем увидеть, что у него там есть. Значит, как у него сделаны контакты. Контакты три штуки. Так же, как и здесь. Сейчас я найду картинку, удачно подходящую к нам. Вот она, эта картинка. Вот она, видите. Значит, один контакт. Это, собственно, импульсный сигнал, который управляет этим сервомотором. Оранжевый провод. Вот. Потом у нас красный провод. Это у нас питание. И там коричневый провод. Это ноль. Это земля. Значит, как это выглядит в реальности. Сейчас сам моторчик более лучший. Вот здесь нарисовано. Есть. Тут был, 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 был такой вариант. Сейчас я вам покажу. Вот этот вариант. Вот, видите, три провода. 0 вольт, 5 вольт и шин. Но. Отличие еще состоит в том, значит, вот видите, такой вот симпатичный, прозрачный. Там все видно, что у него внутри. Там довольно сложное устройство внутри. Значит, здесь оказывается, что верхний провод это не управляющий, управляющий средний. Верхний питание, нижний земля. Так же, как в этом переменном сопротивлении. Вот давайте мы заходим в терминалы и делаем то же самое. Ground это у нас будет нижний. Соединяем этот вывод с нулем. Верхний это у нас будет питание. Значит, power. Power, берем, берем power и подключаем сюда наш power. И соединяем верхний с питанием. А этот, этот у нас будет соединяться с входом управления. И мы на нем будем подавать импульсы в зависимости от того, какие эти импульсы. Значит, у нас он будет поворачиваться. Так, сейчас, ребята, я тут выберу до 100 секундочку, чтобы я лучше было слышно. Так, ты посмотри. Так, продолжаем. Вот. И у нас в этой работе, к чему нас подключает вас средний опыт, у нас подключаются ребята к оттачке 99-й ножке. То есть мы это средний опыт должны подключить к 9-й ножке. Подключаем его, значит, берем наш дефолтный пол, этот самый, и подключаем его к 9-й ножке. Так, соединяем с этим, пишем его 9. И о 9. Есть. Ну, получается, смотрите, значит, библиотека устроена так, что она может работать с любой ножкой. И даже с аналога цифровой. То есть с чем угодно. Почему? Потому что она работает на выход. То есть ей не нужен специальный вход АЦП. Вот и все схемы, ребята. Сейчас, если мы берем ее, скомпилируем, загрузим, у нас эта схема будет работать. Значит, давайте сначала укажем, куда мы сохранить, как, куда мы будем, значит, нашу схему сохранять. Третий курс, это у нас серво 1, назовем. Серво 1. Серво 1. Вот, теперь берем этот скетч экспорт бинарного файла, значит, компилируем. Видите, там библиотечка немножко такой весистая, 2 килобайта занимает объем памяти, 6% и 50 байт всяческих переменок для работы наших функций. Вот. И посмотрим, подгружаем наш бинарный код сюда. Значит, он у нас на серво. Заходим сюда, политех, осень, третий курс, и где наша серво? Вот, на серво 1. Берем здесь, окей. И все, запускаем. Вот, и смотрим. Смотрите, он сразу уже указал какой-то угол, минус 66. Как-то странно. А, почему странно? Потому что здесь у нас, видите, напряжение такое. Значит, он должен в самом нижнем положении перейти в положение там, видите, минус 90. На самом деле он неправильно работает. Он не при нулеме на звезд, а раньше. А в среднем положении, 2,5 вольта, он у нас должен перейти в состояние, получается, 90 градусов. Но здесь не так, видите. Что-то у нас неправильно. Почему у нас неправильно? Потому что, ребята, программа у нас работает. Программа, если мы здесь посмотрим, она регулирует от 0 до 180 градусов. А наша симуляция не так работает. Если мы войдем сюда, то она работает от минус 90 до плюс 90. Поэтому нужно подстроить друг по другу. Мы поэтому здесь поставим 0, а здесь поставим 180. Вот так. Жмем ОК. И теперь, если мы запустим, у нас это будет почти-почти так же. Ну вот, видите, он, среднее положение, значит, левое положение 0, правое 180. Значит, посередине будет 90. Ну вот, симуляция здесь что-то не так. И он дает 85. Если мы чуть-чуть делаем еще два значения, будет 90. Двигаемся наверх. И самое максимальное значение нужно будет 180. Двигаем наш переменный резистор. И мы когда дойдем до 100%, у нас будет 180. Давайте посмотрим. Даже раньше 100. При 4 вольтах 180, видите. В общем, симуляция немножко не та. Но, может быть, она совпадает с реальным. Кстати, вот реальный сервоватор, он тоже не поворачивается на 180. Он где-то поворачивается на 170. То есть, у меня такое ощущение, что он даже правильнее работает, чем математическая модель. Он подогнан чисто под реальный, механический. Вот, смотрите. Минус 40, плюс 40 градусов, 30. Вот сейчас похоже, что он при 0 вольт будет давать и 0 градусов. Ага. Тоже. Ну, то есть, видите, не очень как бы совпадает, но где-то рядом. Значит, ребята, зачем нам сервоватор? Он нам нужен как указатель. Он будет у нас в РГР открывать, закрывать кран. Понимаете, да? Вот. Вот он таким образом у нас работает. Значит, у кого есть какие вопросы? Лабораторная работа. Вот она, пятая лабораторная работа. Ребята, она готова. Поняли, да? Значит, вы должны что? Нарисовать вот эту схему. Запустить ее. Показать, что при перемещении ползунка он у вас перемещается. Все. То есть, вы продемонстрировали, что она у вас работает. Вот затем вы переходите сюда, значит, в код и показываете в коде, что обозначает каждая строчка. Значит, здесь мы открываем объект. Здесь указываем входную ножку для АЦП. Здесь вводим переменную, которую мы измерили на АЦП. Здесь мы указываем, что мы к объекту сервоватора подключаем к девятой ножке. Дальше мы считываем аналоговый сигнал, мы его масштабируем, записываем замасштабированный сигнал в наш сервомотор для поворота и делаем задержку на 15 миллисекунд. Как видите, минута рассказа, лабораторная работа готова. Значит, ребята, я там в модуле все сделал, все наши лабораторные работы, включая РГР, включая первый и второй модуль. В понедельник на лекции мы уже пройдемся по первому модулю, мы там ответим на все вопросы, чтобы вы могли его написать. И таким образом первый модуль у нас будет закрыт. Сейчас я по первому модулю, ребята, расскажу вам последнюю лабораторную работу, она связана с датчиком температуры и влажности, и мы можем считать, что уже все. Дальше у нас РГР. РГР будет как? То есть, я вам, там будет несколько РГРшных работ, выбираете на каждый свой вкус. Чем легче работать, тем ниже оценка. То есть, там и 60 баллов за семестр, кому нужно просто дать предмет и долго не мучиться. Пожалуйста, есть такие работы. Кто там хочет получить больше, там 90 есть, и на 80 есть, и на 75, и на 100 баллов есть. Кто там любит игры там сочинять, можно на контролере взять цветной экран, на нем нарисовать игру. Там, допустим, крестики, нолики или там, не знаю, там, вот этот цель, театрис, что хотите, понимаете, 100 баллов получите. То есть, вы продвинете даже дальше, чем я вам рассказывал. Ну, вам просто это интересно, вы там проявили желание, тогда вы получите 100 баллов. То есть, 100 баллов должно содержать творчество. А так 90. Если вы просто сделаете то, что, ну, обычную работу, ну, все правильно. Тоже 5 баллов в конечном итоге. Так. Ну вот. Значит, эта работа готова. Теперь мы переходим к следующей работе, более сложной. Она тоже работает с библиотеками. Но работа с библиотеками не на выход, управляя каким-то там вот этим объектом, а на вход. То есть, мы берем, значит, наш этот самый. А, да, кстати, давайте мы посмотрим, ребята. А как регулируется этот сервовый натвор? Интересно же посмотреть. Да, что на него сюда подается? Давайте посмотрим. Мы подключим прибор осциллограф. Это не обязательно потом показывать в сдаче. Так. А, он у нас запущен. Значит, мы к одному из четырех ходов, к ходу А, подключим ИО-9. Значит, я беру терминалы, дефолтные, и здесь ставлю ИО-9. Программирую его как 9. Окей, запускаем. И смотрим, что мы видим. Так. Вот, видите, у нас такой вот импульс. Значит, этот импульс, это канал А, channel А. Я делаю у нас амплитуды 1 вольт. Смещаю его сюда вниз. Почему нет? А, это не это. Это вот на нем вот это. Значит, делаю вход у него по постоянному току. Синхронизацию я делаю вот так. Вот есть. И, значит, горизонтальную развертку я делаю вот медленно. Вот, видите, у нас вот такой вот импульс одиночный. Вот. Ну, там не одиночный, на самом деле. Повторяется 50 раз в секунду, но я немножко его растяну. Вот это у нас, видите, одна, здесь чуть-чуть больше, значит, одна клетка, это 1 миллисекунда. Здесь чуть больше одной клетки, полторы клетки. Вот так. Если я меняю, значит, наш этот резистор, то, видите, у нас этот импульс чуть-чуть шире становится. Едва заметно, но есть эта ширина импульса, видите. Можно даже, давайте вот так сделать, или даже лучше так, чтобы лучше было видно изменение ширины. Вот, видите. И вот схема этого, значит, сервомотора понимает это изменение ширина импульса, и оно его поворачивает. Давайте вот в обратную сторону, видите. Вот он чуть-чуть шире и чуть-чуть уже этот импульс. И сервомотор понимает это как команду и меняет свое положение. То есть, вращаться вокруг оси, как бутылочек для колеса, ребята, он не может. Это просто флюгер-флажок, который туда-сюда. Ну, на самом деле, видите, смотрите, на самом деле нужно вот так показать. То есть, показать, что эти импульсы, и эта серия, видите, они чуть-чуть сделаются тоньше. Чуть-чуть. Вот и схема настолько чувствительная, что она понимает это смещение, значит, нашего ширины импульса, сужение его, и она поворачивает наш флажок. Так, увидели, да? Ну, вот это вот все по этой лабораторной работе. Так, и мы, значит, ребята, что? И мы берем такой датчик температуры и влажности. Он уже сложненький. Значит, если мы подключим к нему питание и земли, то он не будет выдавать температуру и влажность. Во-первых, у него всего одна ножка, которая должна передавать два значения, температуру и влажность. То есть, как это сделать? То же это как-то вот так сразу не получается, да? Это раз. Во-вторых, оказывается, что если к нему подать напряжение питания и земли, то есть просто подать на него напряжение, запитать его, то он не будет выдавать ни до какого напряжения. Оказывается, ему нужно дать пинок, то есть дать специальный сигнал для того, чтобы он их выдал. Ну и получается, для того, чтобы с ним работать, нужно пинок сформировать. А потом данные, которые он передал, вот данные, которые он передал, сейчас секундочку, давайте я выключу это всякие новости. Нужно эти данные принять и еще расшифровать. Вот, получается, что нужно нам написать. Если бы мы делали, писали программу сами, то нам где-то 100 команд, как минимум, нас бы оно содержало. Сейчас, секундочку. Ну, эти 100 команд, ребята, мы бы с вами писали бы полгода, поэтому не будем этим заниматься. Вот, очень часто программирую, используя такой пример, как взятие библиотек, который написан кем-то другим. Поэтому мы сделаем то же самое. Мы берем библиотеку, которая работает с этим датчиком. Там уже тоже есть готовый пример. Все подключено, и мы таким образом получаем. Благодаря этой библиотеке из этого датчика и температуру, и влажность. Вот, и, ну, что самое интересное, мы же должны как-то ее увидеть. То есть мы подключаем этот датчик к нашему контроллеру. Мы в этот контроллер записываем бинарный код с этой библиотекой. Мы даже можем, условно, по-моему, видеть, что да, какие-то импульсы пробегают между этим датчиком и нашим контроллером, но что за импульсы, что-то внутри, мы увидеть не можем. Вот, поэтому там дальше нужно идти. Эти, значит, импульсы преобразовать, расшифровать и вывести из нашего контроллера наружу. Значит, если мы увидим на лампочку, ну, что мы там увидим? Ну, ничего. Ну, в лучшем случае яркость, понимаете? А сколько это влажность и температура? Получается, нужно две лампочки вывести для температуры, а для влажности. И как это? Если она горит немножко, то это сколько? Это 10% или 20% влажности? Это температура 23 градуса или 25? Мы не увидим по лампочке. Поэтому мы будем использовать у вас специальный такой прибор, который называется монитор порта. Или вы еще в программе, когда программировали, вы это называли, сейчас я вспомню, как оно называется. Значит, он же монитор порта, он же терминал и он же консоль. То есть, вы использовали консоль, в консоли увидели это число. То есть, нам нужно как-то из контроллера вывести число. Значит, как вводится число? Вводится число, знаете, выход там же, где и вход. Вот так и здесь. Наш контроллер подключен, если бы мы работали с лабораторной, обычным проводом, вот, USB. И этот провод, как пуповина, соединяет наш контроллер с компьютером. Значит, по этому проводу, как по этой пуповине, мы передаем, значит, запись в нашу прошивку и прошиваем, программируем наш контроллер. Но, оказывается, по нему можно же в обратную сторону из контроллера передавать вот это содержание, значит, температуры и влажности. Значит, если бы мы не работали с симулятором, а работали с живым объектом, то монитор порта или вот этот вот консоль находится вот здесь. Видите, вот написано монитор порта. Зак еще не подключено, он тут ругается, что Комп 4 недоступна, плата недоступна. Но, оказывается, этот же монитор порта, ребята, есть у нас здесь и, значит, в этом. И в симуляторе. Но называется он по-другому. Не монитор порта, не консоль называется. Он называется виртуальный терминал. Ну, это то же самое. Итак, значит, все эти схемы, которые у нас здесь есть в этой лабораторной работе с датчиком температуры влажности, они не нужны. Мы их удаляем. И ищем этот датчик температуры влажности. Называется он DHT11. Вот такое странное название. Откуда мы его берем? Мы берем вот отсюда. Значит, мы берем файл, примеры. И там у нас есть DHT11. Вот внизу DHT сенсор лаборатория. Значит, если у вас этой библиотеки нету, на компьютере, скорее всего, ее нету, значит, ее нужно установить. Значит, мы берем здесь пример DHT Unified Sensor. Какой-то универсальный сенсор. Закрываем это, открываем это. И здесь вот у нас есть DHT, это наша библиотека. Дальше. И здесь у нас есть перечень DHT11, DHT22 и DHT21. Значит, давайте посмотрим, как это дальше выглядит физически, то есть в реальности. Чтобы у вас была какая-то картинка, на которую вы можете опираться. Пишем DHT11. Видите, вот он выглядит вот таким вот образом. Значит, вот она наша, наша картинка. У него точно так же, как у мотора. Питание подключено, земля. И средний, это, значит, выход данных. Но если у мотора это был вход данных, то есть мы на мотор подавали сигнал, чтобы он повернулся, и подавали на его вход, то здесь эта ножка двунаправленная, ребята. Она работает в обе стороны. Почему работает в обе стороны? Мы должны подать команду, типа, эй, слышишь ты? Начни измерять там, значит, влажность и температуру. Он начал измерять. Потом он выдает наружу, в обратную сторону, уже мне. Я передаю тебе данные. Я говорю, хорошо. И он эти данные передает, побавит на эти данные. Вот мы сейчас увидим, как это он делает. Интересно. Значит, внутри находится в нем, если эту крышку поднять, то там, видите, микросхема. По сути, этот еще целый контроллер внутри, который имеет аналоговый цифровый преобразователь. Он измеряет аналоговый сигнал, допустим, на влажности и преобразует в этот поток цифр. Более того, этот микроконтроллер внутренний, он позволяет, вот как раз в нем записана программа, которая производит вот эти все преобразования. Вот смотрите, тут контроллер и что-то здесь еще есть. А вот с другой стороны, вот здесь видно, здесь уже вот сам, собственно, датчик влажности. Значит, он измеряет температуру влажности. То есть, в нем два датчика. С этой стороны, видите, один датчик. С другой стороны, другой датчик. И контроллер расположен в виде микросхемы, в виде контроллера. То есть, сложная такая штука, я вам скажу. Просто так не получится. И здесь еще даже была где-то схема подключения. Сейчас мы ее найдем. Именно вот, чтобы было понятно, куда что. Так, вот она, эта схема подключения. Видите? Значит, три ножки. А первая ножка питания. Вторая ножка, условно, земля. И посередине ножка, это у нас данный. Вот MCU, это у нас микроконтроллер. DHT. Ну, в данном случае 12. Но что 12, что 11, ребят, одно и то же. И вот одна всего лишь ножки для передачи. Причем она переключается то в одну сторону, то в другую сторону по направленности. Меняет направление наш микроконтроллер. Вот. И резистор 5 кило, подтягивающий. Но это уже особенность электроники. Я не буду вам мучать. Объяснить, для чего он нужен. Там открытый коллектор и прочую ерунду. Все равно сейчас вы не запомните. И вам это не нужно. Вы программированы. Там глубоко не надо. Вот такая вот схема у нас получается. Значит, мы должны этот DHT найти в нашей симуляции. И подключить его. Какой-то ноге. Но. Прежде чем знать подключить к какой-то ноге. У вас же должен быть этот пример. Где его взять. Этот пример появляется тогда, когда вы эту библиотеку подгрузили. Где найти библиотеку? С примерами для работы с этим датчиком. Для этого вы заходите в скетч. Подключить библиотеку. И управлять библиотекой. Видите. Значит, для серого у нас библиотека, ребята, была встроена. Она шла вместе с Ардуино. А вот для DHT 11 нет такой библиотеки. Значит, ее нужно скачать. Значит, она находится в сообществе Ардуино. И вот Ардуино, там целое мировое сообщество, гигантское. Но для каждого датчика буквально пишет бесплатно вот эти, значит... Так, что это оно? Не понял. Она не может законтактировать с этой библиотекой. Ну, хорошо. Давайте попробуем, напишем DHT 11. И нажмем Enter. Так, что-то оно у меня не хурычит. Не хурычит. Все нормально. Значит, видите, вот есть библиотека DFR Robot DHT 11. Есть DHT Sensor Library. Ну, и другие там DHT. Вот мы выбираем DHT Sensor Library. Смотрите. Ардуиноская библиотека для DHT 11. 22. И другие. Температура и влажность и сенсоры. Значит, вы ее выбираете. Здесь появляется кнопочка установить. Ну, у меня уже установлено, видите? Значит, вы жмете на кнопочку установка и все. И у вас это дело, значит, поехало. После этого у вас, где она появляется, пример для нее. А вот где появляется, смотрите, файл, примеры. И он не среди этих примеров, как мы привыкли, там, там, BISIC, Digital. Нет. Он, ребята, идет в самый низ. Видите, вот тут в самом низу. И вот здесь появляется DHT Sensor Library. И вы выбираете не тестер, а Unified Sensor. И у вас, например, появляется на экране. Значит, здесь этот пример, ребята, он непростой. Здесь библиотека универсальная. Она работает не только с DHT 11, но и работает с другими датчиками. Именно с DHT 22 она работает. С DHT 21, видите? А нам нужно с DHT 11, самый простой. Значит, как это делается? Переключение происходит. Производится комментированием кода. Значит, 22 мы закомментируем, а 11 мы раз комментируем. Все, наша библиотека настроена для работы с правильным типом датчиков. Почему? А они, ребята, имеют разные протоколы обмена. Понимаете, в чем дело? Вот разные протоколы. Поэтому 22, если мы напишем под него программу, он не будет работать с 11. Или будет работать, но будет выдавать какие-то безумные температуры и влажности. Там миллионы градусов, поняли, да? И там 200% влажности, что не может быть вообще по своей сути. Сейчас, подождите, секундочку. Поздно ложусь, всякие эти стенды доделать. В общем, куча работы, и организм ослабевает. Так, это у нас тоже есть. Так, это тоже у нас есть. Вот. Ну и как с сервомотором мы должны указать, что? Какой ножке подключено наше это устройство. Значит, там была команда attach. Здесь команда другая. Значит, для этой библиотеки команда делает таким образом. Пишет define dhtpin и указывается ножка. Ножка у нас вторая. Значит, ребята, кроме того, что вот в этом примере, что еще? Здесь, посмотрите, значит, подключается библиотека dht, included, dht. Потом какая-то universal библиотека. И еще Adafruit сенсор. Какой-то дополнительный без Adafruit сенсор не работает. Значит, мы должны сейчас с вами, уже мы можем собирать схему. И мы сначала увидим эти импульсы общения без терминала, без консоли. Мы их не расшифруем никак. Но мы увидим, как это в цифре происходит, это общение. Интересно. А потом мы расшифруем. И закончим на это нашу лабораторную работу. И, ну, в общем, на сегодня у нас будет все. Значит, мы запускаем наш протеус. Протеус мы ищем этот датчик dht11, который у нас подключен к какой ноге? Ко второй ножке, видите, вот ко второй. Значит, как это найти? Подключаем, берем нашу схему, вот здесь. Выбираем кнопочку по этой библиотеке. И пишем здесь dht11, dht11. Всего один датчик, один единственный. Вот, причем, ребята, что? Пишется, что он схематик модель, но он работает. И он интерактивный. Вот так бывает, понимаете? Выбираем его, жмем окей. И ставим мы наш датчик dht11. Вот мы его ставим вот так. Все здесь, допустим, поставим. Все. Значит, вы видите, что он интерактивный. Тут есть у нас переключатель. Значит, оказывается, можно переключить. Подождите. А, и он уже запустит, тогда он работает. Давайте это мы тогда запустим. Вот, и смотрим. Значит, видите, переключается. Подождите, что он не переключается? А здесь? Здесь переключается. Видите, вот градусы, градусы. Это у нас, как это узнать, что это градусы? А, потому что c это градусы. А, нужно на эту точечку. Так, давайте я увеличиваю. Вот, еще раз. Смотрите. Справа c это градусы. Слева humidity. Это у нас влажность. Видите, c у нас подсвечена. Значит, вот эти регулировки регулируют вот это c. Видите, градусы. 37 градусов, наоборот, и ниже. 80 это влажность, не регулируется. Потому что, пишите, стоит на c. Причем, если на c и вот так вот, оно не работает, ребята. Нужно нажать вот сюда. Раз, и он переключился на влажность. И тогда, вот эти плюс-минус, они у нас регулируют влажность. Поняли, да? Так, уменьшаем все это дело. Смещаем вот так вот сюда. Наверное, можно еще даже увеличить. Ну, давайте посмотрим. Так. Получается. Так, какой там ножка у нас, ко второй ножке. Так, значит, нож, чтобы он работал, ребята, полноценно, нужно что еще сделать? Значит, программы у нас пока никакой нет. Все, мы ничего не меряем. Четвертая ножка, земля. Мы к ней подключаем землю. Терминалы. Ground. Ground сюда. Соединяем вот так с ним. Значит, VDD, это у нас питание. Power. Подключаем наши Power. Есть. Значит, можно показывать 5 вольт, можно не показывать, будет работать все равно. Но просто для удобства покажем. Все вы подали. А вот данные, данные, вот эти данные специфические, мы подключаем сюда ножка D2 или IO2. Значит, берем наш дефолтный и сюда подключаем вот так его. Значит, здесь открываем, и IO2, IO2, окей. Вот. Ну так вот, значит, в принципе, уже можем использовать этот код, готовый. Значит, мы берем, что мы здесь делаем? Вторая ножка есть, D11 есть. Мы можем сейчас, смотрите. Сначала мы подключим, видим импульсы, потом по программе пройдемся, что она там делает. Значит, сначала мы файл сохраним куда-то там, чтобы мы его потом нашли. Ну вот у меня такой путь, у вас будет другой путь. Третий курс. Значит, и мы выбираем DHT, допишу DHT. Просто DHT2, допустим. Это я уже с одной из групп я уже делал. DHT2. Так, и туда же мы потом экспортинарного файла. Все. Значит, библиотечка побольше. Видите, уже 8 килобайт. Уже там почти четверть памяти у нас она задействует. Уже 308 байт она внутри этих функций она использует. То есть, такая увесистая библиотека. Довольно. Все, давайте запускаем, значит, нашу схему. Значит, эта схема, смотрим, на второй ножке. У нас просто вход. Ничего не происходит. Почему? Потому что, ну, якобы, типа программа работает. Подождите. А мы подключили сюда, внутри? Мы же, по-моему, не подключили. Ну да. Так, что мы подключили? Серва. Нельзя. Значит, мы подключаем не сервую. Мы подключаем у нас DHT2. Так. Выбираем. Запускаем. Что мы видим? На второй ножке, видите, появилось красный потенциал. Такой-то. Вот. И все. И нигде мы не видим, что он считал на самом деле. То есть, здесь вот 7534, это то, что мы устанавливаем. Что типа у нас такая среда. То есть, реальный воздух, его температура 34 градуса. И влажность 75. А что считывает сам датчик, мы не видим. Давайте, ребята, мы увидим хотя бы с помощью сциллографа. Как они общаются между собой. Берем наш приборчик. И вот здесь у нас приборчик. Берем осциллоскоп. Ставим его сюда. И канал А мы подключаем к ИО2. То есть, ну, к этой же вот ножке. Или давайте так сделаем так, чтобы не мудроство и лукаво. Вот мы его так вот сюда. Ага. Ну и вот мы таким образом. Ага. Ничего. Подождите. А можно ли его подвинуть? Так, переходим сюда. Красивее сделать можно? Да, можно. И вот мы подключились к этой же ножке. И давайте посмотрим, какие у нас там красивые сигналы. Они у нас там будут находиться. Значит, видите, вот уже эти сигналы есть. Значит, мы давайте сделаем 1 вольт. Включим постоянную составляющую. Значит, переместим ниже. Вот так вот. Затем сместим вот так вот сюда. Затем синхронизацию мы сделаем, чтобы была синхронизация. Вот она. И теперь растянем эту гармошку и посмотрим, а что там у нас за импульсы. Значит, видите, вот они наши импульсы, по которым он общается. Так, так, так. Почему здесь у нас так? Вот они наши импульсы. Значит, ничего здесь нельзя понять. Значит, вот таким вот образом, видите, есть более широкая... Значит, вот видите широкая. Значит, здесь 2 единички. Значит, или 3. А здесь 2 нуля. А вот узенькая, это, наверное, 1 единичка. А здесь 3 нуля. Понимаете, да? То есть, это вот он побитого у нас показывает, как происходит общение между ними. Так, давайте сместим вот так вот. Вот. Ну и что с этим? То есть, видно, что они общаются. Как-то. И опять же, непонятно, эти импульсы кто передает, контроллер или наш датчик. В общем, ну хотя бы что-то мы увидели. То есть, что-то происходит. Детально мы увидеть не можем. Что выдает наш датчик? Как увидеть детально, ребята? Сейчас, секундочку. Для этого, ребята, надо подключить консоль. Кроме осциллографа, нужно подключить консоль. Значит, и консоль у нас будет передавать данные из нашего микроконтроллера вовне в нашу консоль. Он же монитор порта, он же виртуальный терминал. То есть, терминал это то, что показывает, терминирует то, что у нас там находится на конце. Нашего вывода. Там елки-палки. Так. Берем, значит, это сейчас. Подожди, вот. Так. Вот. Делаем чуть-чуть. И тогда вот это вот мы сейчас сместим. Если я его так смещу и так смещу. Вот так получше будет. Вот. Значит, терминал передает данные, ребята, по такому встрою, так и называется UART. Или Usterd. Универсал синхронного, асинхронного. Рейсов трансмит. Значит, это специальный такой блок внутри нашего микроконтроллера, который данные, байтные данные, они все представлены в виде байтов, преобразуют в битовый поток. То есть, это один байт, представляет из себя 8 бит. Вот эти 8 бит, нолик в единичке, друг за другом, по одному, по одному проводу передаются. Вот этот вот блок, он имеет два вывода. А именно, и О0, и ИО1. Значит, ИО0 это прием, он может нам принимать, нам это не нужно. А нам нужна ТХ передача. То есть, смотрите, у нас данные отсюда, из датчика, попадают внутрь контроллера. Преобразовываются в переменные. И эти переменные выплевываются наружу из контроллера в наш компьютер. И в компьютере мы можем видеть эти данные в виде уже цифр, понимаете? Так как мы передаем в компьютер, то ножка называется ТХ, видите, передача. Вот. И мы к этой ножке должны подключить наш терминал. Он же консоль, он же, значит, монитор порта. Значит, монитор порта в Arden у нас вот здесь вот. Вот здесь вот он находится. Он у нас не работает, он работает с реальным железом. Начать от терминала у нас есть. Значит, давайте это красиво, вот и быстрее. Я подвину это красиво, вот. И терминал мы сейчас подключим. Значит, где у нас терминал? В приборчиках, вот, который мы здесь выбрали. У нас есть здесь, у нас виртуал терминал, видите? Жмем на виртуальный терминал и подключаем его вот так вот сюда. Значит, его у нас должен быть подключен к ТХД. Это ИО1. Значит, терминалами 4 тоже ножки. Но это не такие же ножки, как в воссилографии. В воссилографии 4 ножки равноправно. Это все входы, которые могут, мы можем у них подать. Это 4, ребята, разных сигнала. Видите, здесь прямоугольник, потом у нас идет треугольник, потом другой прямоугольник, синусоиды. Здесь не так. Здесь у нас это RX, это прием. TX, это передача. То есть, мы из терминала можем даже что-то в наш контур передать. И у нас из CTS, RTS, это у нас RSE OF SENT. То есть, принимаю и давай, значит, команда, я готов. И CLIA TO SENT, это RSE OF TO SENT. Или как там там, а это CLIA TO SENT. Что это такое? Вот эти два провода, я объясню вам простыми словами. Называется HAND SHAKE. HAND рука, SHAKE пожатие. То есть, это рукопожатие. Что эти два провода обозначают? Они обозначают двум устройствам, что я готов, передавай данные. Тот говорит, я готов принимать, ты передавай мне данные. RTS, CTS. Ну, мы по телефону, когда мы говорим, мы говорим то же самое. Мы набираем номер, пошел вызов. И мы слышим, что там вызов, ну, как бы гудки прекратились. И мы говорим, алло. То есть, это вот сигнал RTS, понимаете? Типа, я готов. А мне отвечают, да, слушаю вас. Это подтверждение CTS. То есть, я чист для приема. И после этого мы начинаем разговаривать. Вот эти вот, алло, слушаю вас. Это как раз от RTS, CTS. То есть, здесь у него такие вот интересные выводы. Значит, наш этот монитор, и наш терминал, и наша консоль, она должна принимать данные из нашего черного ящика. Поэтому мы подключим к RX, к RSEV, дата, видите? Принимаемые данные. И подключим к TX, то есть, передача на прием, прием на передачу, крест-накрест. Значит, TX у нас ножка первая. На RX мы ставим ножку первую. Так, Default. И сюда мы ставим вот так вот. И берем какое? ИО1. Первая ножка. ИО1. Вот так. Все. И вот сейчас, ребята, мы увидим, что наша программа считывает данные отсюда, с этого датчика, и передает на консоль эти данные. То есть, мы эти данные, они сложные, мы можем увидеть только через консоль. С помощью лампочки мы не увидим. Поехали. Запускаем это дело. Появляется наша консоль. И видите, он примерно раз в секунду общается с этим датчиком, и показывает здесь температуру и влажность. Если я буду здесь менять нашу влажность, то она будет меняться и здесь. Видите? 78, потом 81. Вот оно, таким вот образом. Потом я могу переключить на температуру и менять нашу температуру. Допустим, понижать ее. Значит, видите, 30 градусов, 27. Все у нас меняется здорово. Значит, осциллограф, ребята, можно осциллограф смотреть? Видите, вот это, эти же данные. Вот как данные передаются, ребята, в компьютерах. Вот они передаются таким вот образом. Они передаются с помощью... Так, сейчас я давайте попробую так сделать. О! Значит, видите, вот они передаются в виде таких ноликов и единичек. То есть, цифровая передача данных. В расшифрованном виде программа их расшифровывает. Мы видим уже в понятном для нас сигнале. То есть, здесь закодированы эти числа. Здесь мы их видим в чистом виде. Вот вы такую... Вот лабораторная работа номер 2. Видите, вот она такая сложненькая. Тут всякие приборы я подключил дополнительные. Вот. Тут всякое окно там показывает все это дело. Вы это показываете, как оно работает. Окей, все хорошо. Останавливаете ваше дело и переходите к нашей программе. Вот. Ну, в эту программу я сейчас ее объясню. И мы на этом закончим. Как раз мы успеваем. Все у нас хорошо. Значит, первое, что здесь делается, ребята? Значит, первое. У нас подключаются целых три библиотеки для работы с этим датчиком. Просто D, 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 U. Универсальный, как и библиотека. И еще есть Адафруид сердца. Это специальная библиотека. Я так понимаю, что она придача для того, чтобы преобразовать данные в цифровые данные для нашего Ордена. По-моему, так. Вот. Здесь тоже она не описана. Просто требуется следующая Орденовская библиотека. Первое. D, Sensor Library. Ссылочка. И Адафруид Unified сенсора библиотека. Все. Значит, вот подключены три библиотеки. Дальше. Для библиотеки DHT нужно указать пин, которому подключен наш DHT11. Вот он. ИО2, видите? ИО2. Здесь он показывал. Затем из библиотека эта крутая. Она внутри себя содержит работу с тремя датчиками. Значит, ребята, почему их три? Датчик DHT11 самый дешевый. У него измерение влажности не от 0 до 100% влажности, а только от 20% до 80%. Ну, в большинстве случаев в комнате такая влажность и бывает. Там не бывает в комнате 0 влажности 100%. Ну, почти не бывает 100%. Поэтому он для большинства случаев подходит. Вроде бы температуру он измеряет от 0 до плюс 50. А вот DHT22 в три раза дороже. Вот он измеряет влажность от 0% до 100%. И температура, по-моему, от минус 20 до 100 градусов. То есть более широкий диапазон. И точность, если у того точность, по-моему, 5% или 3%, то у этого точность 1% и 1 градус. То есть он DHT22 намного более круче. Что такое 21-ое? Я не знаю. Надо посмотреть документацию по Google, можно посмотреть. То есть вот у нас три разных датчика. Они, ребята, еще имеют три разных протокола связи. То есть вот эти данные, которые мы уже расшифровываем вот здесь вот. Вот эти пипсы, вот эти вот здесь пипсы, они, ребята, будут немножко другие. Вот. И если мы подключим, значит, сюда DHT22, протокол обязательно сниму, а на самом деле на схеме подключим вот этот вот DHT11, то они друг друга протокола не поймут и будут выдавать какую-то пургу. Там не 80%, а 1050. Понимаете, температура там не 20 градусов, а как на солнце, 6000, понимаете? Вот. Ну, это я утрирую, чтобы вы поняли. Вот поэтому мы должны подключать правильный датчик. Так. После этого, значит, мы этот объект DHT в его аргументы записываем ножку DHTpin и тип. И таким образом объект DHT, значит, библиотека DHT Unified, видите, DHTU. Вот она, эта библиотека. Мы ее превращаем в объект. Вот этим вот, этим вот, вот этой строчкой. Затем мы вводим переменную задержка миллисекундах. И дальше у нас пошло сетап. Значит, это вот консоль, с которой мы работаем. Вот здесь вот, это консоль, вот которая здесь наша. Она, ее нужно для того, чтобы передать данные с TXD, нужно проинициализировать, значит, внутри нашей вардуинки, загрузить его библиотеку, его библиотеку, которая работает с консолью. То есть у нас две библиотеки работают. Первая, с датчиком температуры и влажности. Мы ее подкачали, установили. Вторая, встроенная в Ардуино, и которая работает с этим портом, с этой консолью. Значит, библиотека называется Serial. Serial в переводе обозначает последовательное. Значит, вот этой библиотеки есть набор методов или набор функций. В этом, как бы, мешке, понимаете, ну, я утрирую специально, говорю хотя бы, ну, такими, не академическими словами, а такими, примитивными. Значит, библиотека Serial. Мы за нее запускаем уроку через точку, в этот мешок, и щупая, выбираем оттуда методы или функции, которые нам нужны. Самый первый метод называется Begin. То есть этот Begin, этот толчок запуска этой библиотеки, и мы должны указать скорость передачи данных 9600. Значит, если скорости не совпадают, то у нас будет идти билиберда. Мы не поймем, что он там показывает. Они должны совпадать. Значит, по умолчанию здесь 9600, и внутри нашего терминала, ребята, если мы остановим, зайдем внутри терминала, то здесь скорость тоже стоит 9600. Если мы здесь изменим, допустим, мы поставим 115200, резко увеличим скорость, то у нас он, бедненький, там будет показывать какую-то муру. Или вообще ничего не показывает. Видите, вот он черный, все, скорости не совпадают, декодировки не происходят, и до свидания. Идею вы поняли, да? Значит, ставим назад на место правильную скорость, 9600. Окей. Запускаем. Вот у нас все хорошо у нас работает. Так, есть. Дальше мы должны что? Итак, Begin, потом мы просто... Еще здесь... А, это библиотека Serial, это консоли. Следующая библиотека, DHT. Значит, мы сделали из нее объект. И та же команда Begin, но без никаких аргументов, запускает нашу библиотеку на выполнение. После этого мы должны в консоль передать некую фразу. Значит, фраза в консоль передается с помощью функции или метода println. Значит, print печатает на экране какое-то число, которое мы здесь в аргумент вставим, понимаете? И ln это line. То есть, каждый раз мы это печатаем на новой линии, на новой line, понимаете? После этого мы что сделаем? Sensor.t.sensor. Там переназначаем этот объект. Вот. И дальше мы что? Мы теперь считываем. Значит, из этого... Значит, мы можем считать не только температуру и влажность из этого датчика, но и его параметры. Мы можем считать имя этого датчика, его точность и все остальное. Тип сенсора, драйвер, уникальный идентификатор. Почему? Потому что внутри этого датчика есть свой контроль, который это все помнит. Поэтому мы запускаем такую вот функцию, которая называется get-sensor. И сенсор какой? Температурный, видите? Температура, а потом get-sensor. Это не get-temperature и не get-влажность, а get-sensor. Значит, и мы получаем такие вот вещи, как тип сенсора, значит, мы драйвер-версия, уникальный идентификатор, максимальное значение, минимальное значение, разрешение. И все это мы распечатываем. И, оказывается, это делается один раз в сетапе. И действительно, один раз мы это видим, как это у нас пробегает, ребята, в нашей консоли. Давайте посмотрим, как это происходит. Значит, мы нашу консоль так вот раздвинем и сделаем сброс нашего контролера. Сделаем сброс, вот у нас кнопочка, видите? Раз, делаем сброс. И он начинает с нуля, видите? И вот, оказывается, оно считывает температурный сенсор тип DHT11, драйвер 1, TRP, температура от нуля до 50. Дальше он считывает, хими-дити сенсор, название от 20 до 80 градусов и точность 5%, не градусов, а процентов. Вот точность 5%, вот он такой неточный. А потом у нас в лупе идет по циклу, все время идет считывание температуры, влажности и показаний. Понимаете, да? Значит, вот это вот у нас, это у нас, он считывает параметры самого сенсора касательно температуры, выводит на экран. Потом у нас идет считывание параметров сенсора касательно хими-дити, то есть влажности. То же самое. Уникальный идентификатор, версия драйвера, тип сенсора, максимальное и минимальное значение и разрешение. Все. Дальше делается задержка для того, чтобы приготовить его к обработке. И в лупе, в лупе мы должны все время подавать команду «Измерь температуру и влажность» и получаем ее. Значит, для начала делается задержка. Значит, ребята, измерение у него температуры и влажности, если измерение температуры хорошее, высокое, там можно регулировать в нем специальными командами, но здесь не используется, по умолчанию. Примерно одну секунду. То есть для того, чтобы он измерил температуру, нужно выжать одну секунду. Поэтому делается такая задержка. Делай МС. После этого мы выдаем такую функцию. Температура, мы обращаемся к датчику DHT, обращаемся к функции температуру и выбираем GetEvent. То есть мы должны получить некое событие, связанное с температурой. И дальше, если это event неправильное, то мы пишем ошибка чтения температуры. В противном случае мы печатаем слово температура и печатаем event температура. Event температура в данный момент. И добавляем надпись в наши градусы. Затем должны сделать то же самое для вытаскивания из него влажности. Для этого мы обращаемся к датчику, обращаемся к влажности. И выдаем функцию GetEvent, но уже в данном случае к влажности. То же самое. Если неправильно пишем Error, чтение, если правильно, мы выдаем слово humidity. И, собственно говоря, event relative humidity. То есть текущая влажность. Вот в принципе, ребята, и весь код. То есть, ну код здесь посложнее, конечно. Значит, вы показываете, что ваша система работает, выдает температуру и влажность. Здесь все у вас красиво регулируется. И подтверждается здесь, что у вас там, допустим, что у нас температура была 25, стало 23. Мы видим импульсы, как общаются наши устройства. Понятно. Останавливаем. Потом вы заходите в Arduino и рассказываете каждую строчку, что она обозначает. Ну вот это вот тут минуту три, наверное, нужно рассказать. Вот, ребята. Вот такая у нас последняя лабораторная работа. Следующая лабораторная работа. Мы с вами будем делать RGR. Вы выбираете RGR, и я вам буду их рассказывать. Там есть, по-моему, с десяток разных RGR вариантов. И на каждой лабе мы будем эту RGR расписывать. Я вам еще, значит, в Telegram скину видео записи прошлогодних ваших коллег, которые делали RGR разной степени сложности. Начинают с самой простой, заканчивая там интересными, сложными. Чтобы вы, там, это вам поможет немножко, там, значит, испух какой-то есть уберет, что все это возможно, и все. Значит, там, ребята, записались некоторые на научную работу. Я делаю стенд. Там будут управления, ребята, робо-рукой. То есть там такая камера, вы будете видеть эту робо-руку. И что в этой научной работе? Вы научитесь работать, управлять этой робо-рукой с вашего мобильного телефона. То есть вы на своем мобильном телефоне поставите программу, которая работает через интернет, через облако. Вы настроите, значит, зайдете ко мне на стенд, запрограммируете программу, которая позволяет подключить эту робо-руку к моему дома, к роутеру, и к вашему мобильному телефону. Вот. И вы, значит, установив там, вот там очень простой конструктор на мобильном телефоне, такое вот там типа детского, знаете, вот. Вы поставите там эти ползунки, будете крутить эти ползунки, и смотреть камеры, как у меня здесь дома. Это робо-рука работает. Там даже можно, ей не то, что даже можно, ей можно и управлять, брать какие-то предметы, переносить их, вот, и видеть все это на камеру. То есть это такая работа сложненькая, поэтому те, кто записывается туда, эти лабы, вот, которые здесь может не делать, там даже сложнее, чем здесь, потому что там мобильный телефон, там облако, там, понимаете, да, работа с живым стендом, живым железом, немножко другой контроллер, в общем, чуть посложнее во всех отношениях. Вот, то, конечно, 100 баллов сразу получит за это дело. Ну, вдруг есть желающий, вот, сделать интернет-вещь. То есть, вот, пример интернет-вещи. Вы тогда дома можете купить такую платку, она там стоит, там, 100 или 200 гривен, вот, подключите ее к вашему мобильному телефону, вы там в троллейбус едете, и вы можете узнавать, у вас дома какая температура, влажность, там есть камера, можно подключить к этому, значит, к этой платке, и прямо смотреть, что у вас в комнате творится. Ну, в таком виде, там, конечно, видео плохое, низкого качества, 320 на 240, и там 10 кадров в секунду. Ну, а для охраны больше не нужно, понимаете? То есть, вы это сможете делать сами, то есть, поставить себе какие-то там охранную и следящую систему. Ну, и вот эта рыба-рука, как бы такой элемент входа вот в эту вещь. Вот. Ну, вот я вам все организационные вопросы рассказал, слушаю ваши вопросы, я вас сегодня не опрашивал, потому что утро, суббота, 8 утра, я вас не тревожил, так, значит, идет запись, вы потом можете спокойно все построить в записи. Так, ну, как вы, хоть 10% понятно хотя бы, хоть что-то? Понятно. Но единственный вопрос, это было 5-я или 6-я лабораторная? Значит, здесь 2 лабораторные работы, ребята, 5-я и 6-я. Я как раз их так, или, по-моему, я там одну сделал? Сейчас, подождите. Там на сайте, получается, 5-я это АЦП, функционала Крит, а в 6-й написано и серво, и DHT. Все, значит, это 6-я лабораторная работа. Ну, короче, всего их вот 6 у нас должно быть. Значит, я их назвал одну. Ну, в общем, одна такая сложная, большая, за нее там большее количество баллов, за которую, видите, она сложная. За те будет там 3 балла, за какие-то 4. В общем, короче, сумма этих лаб будет 30 баллов. Поняли, да? Еще вопросы? А модуль у нас, что будет в себя включать? Это будет какой-то тест, не знаю, по функции. Это тебе и вопросы по лекциям. Вот то, что лекция вам рассказывала, прям по ним будут модули. Ничего там. И потом, ребята, кто захочет по экзаменам, значит, кого будет устраивать накопительная оценка по экзамену, вы экзамен можете не сдавать. Вот вы набрали 60 баллов, вас устраивает, я вас не мучаю, это оценка туда переносится. Ну, естественно, отличник, то сразу автомат. Если вы хотите улучшить ее, то, пожалуйста, билеты вы берете, рассказывайте мне билеты. Там такие же вопросы, как в модулях. Ничего нового. В модулях ничего подковыристого нет. Каждый вопрос модуль, он просто, вы должны осветить какую-то тему, которую я вам рассказывал на лекции. На понедельник, как раз, вот будут лекции, и мы как раз с вами будем идти по модулю, по всем вопросам. Каждый модуль кусочек схемы. Каждый вопрос модуля кусочек нашей темы. И таким образом все эти вопросы, они охватывают все по лекциям, что я вам читал. Еще, ребята, вопросы. Если вопросов нет, большого спасибо, что нашли силы прийти в субботу на первую лекцию. Я вас отпускаю. До свидания. До встречи в понедельник. До свидания. До свидания. До свидания.